Выступать перед такой уважаемой аудиторией. На сегодняшний день мы не можем отойти от статистики и всем известные данные. И на сегодняшний день молочная железа не уступает лидирующих позиций в отношении структуры смертности. Отзывного в Российской Федерации. Поэтому это актуальная проблема, которая на протяжении уже многих лет не теряет своей актуальности. Но на сегодняшний день уже, мне кажется, ни для кого не секрет. И все знают, что гормоноэндокринотерапия – это обусловленный стандарт лечения гормонопозитивного рака молочной железы. Поскольку заявленная тема эволюции лекарственной терапии – немножечко истории, как все начиналось. И попытки лечения гормонопозитивного рака молочной железы. Вот на данном слайде вы можете видеть, что в отношении первой линии как моноэндокринотерапии, так и монохимиотерапии. По результатам рандомизированных клинических исследований. Ну, медиана выживанности без прогрессирования там максимально чуть больше года. Ну, в отношении все же эволюции в эффективности первой линии терапии, как вы можете видеть, пытливые умы не останавливались. Развитие науки, фармакотерапии и, соответственно, на сегодняшний день медиана выживанности без прогрессирования. Ну, то есть здесь представлены результаты разных клинических исследований. То есть цифры, конечно, значительно увеличены. То есть это выигрыш для наших пациенток. Ну, в отношении второй линии терапии, точно так же, да, то есть применение комбинаций. И точно так же мы видим определенный выигрыш для наших пациенток. И точно так же метаанализ рандомизированных клинических исследований подтвердает то, что комбинированная терапия – это уже стандарт терапии пациенток с гормонопозитивным ракомолочной железы. Ну, в отношении все-таки нашего клинического опыта мы взяли срез с января 2022 года по октябрь 2023 года. Это проанализировано было 137 пациенток, которые получали у нас комбинированную терапию в дневном стационаре. Мы, данные пациентки, были в комбинациях РИБА с Анастрозолом, ПАЛБА с Анастрозолом, ПАЛБА с ФУИСТРАНТОМ и АБИМОЦИКЛИП. Здесь представлен монорежим, потому что в комбинации АБИМОЦИКЛИП и Анастрозол у нас только две пациентки, поэтому я их так не выделяла. В отношении возраста медиана, то есть это постменопаузальные пациентки, однако в дельте вы видите, что это и пациентки и пременопаузальные. В отношении линий терапии, то есть от первой до девятой линии пациентки получили комбинированную эндокринотерапию. Ну и в отношении первичного метастатического рака молочной железы и после прогрессирования, то есть вы можете видеть представленные цифры. В отношении предшествующей терапии, то есть у всех практически была предшествующая терапия, либо это в виде химиотерапии получали ранее, либо ингибиторы СИДК тоже были ранее. Ну и в отношении динамики терапии мы посчитали 6-месячную выживаемость без прогрессирования с помощью ресурса МедКальк. И вот были представлены данные цифры ниже, результаты рандомизированных клинических исследований. Но здесь это медиана выживаемости без прогрессирования общая. Соответственно, поскольку мы только начали данный анализ, соответственно, чуть позже мы представим, я думаю, более интересные цифры, потому что данные пациентки находятся в процессе терапии, соответственно, и новый набор. Ну вот в отношении статистических каких-то анализов пока у нас возникают некоторые трудности, то есть как-то вот подойти к этому процессу. Но в любом случае практически 90% пациенток без прогрессирования, ну в отношении Абемоциклиба там пациентки чаще всего получали уже в более поздних линиях. Соответственно, как и в исследовании Монарх-1, да, медиана, то есть здесь уже не настолько позитивная, но тем не менее мы даже где-то перешагнули результаты клинического исследования. В отношении медианы. В отношении терапии на сегодняшний день больше половины пациенток, которые вошли в анализ, продолжают терапию, запрогрессировали, тоже, соответственно, вы видите данные цифры, прекратили терапию у нас. Почему произошло прекращение терапии? Это было связано не только с развитием нежелательных явлений, но и декомпенсацией хронических заболеваний. И три пациентки отказались от лечения на фоне длительной стабилизации. На фоне терапии кому-то для некоторых составляет определенные трудности, там частые явки, сдача анализов и так далее. Но, тем не менее, это решение пациента, мы не можем его игнорировать. Соответственно, пациентки пишут свое согласие и уходят под наблюдение. В отношении нежелательных явлений, с которыми мы столкнулись, это, ну, самое частое, это нейтропения, гепатотоксичность. В отношении кардиотоксичности у нас есть некоторые трудности мониторинга. У нас нет своего штатного кардиолога и, соответственно, вот оценка интервалов КУТЭ, даже по запросу, ну, не всегда мы можем получить какое-то адекватное заключение. Но, тем не менее, стараемся как-то повышать свой скилл и, соответственно, налаживать вот данную ситуацию. Также была кожная токсичность и остыния, с которой мы столкнулись. Но, в отношении возможности редукции доз, то есть с рибоциклибом, всем понятно эта ситуация, достаточно самый простой момент. С палбоциклибом чуть сложнее, но, тем не менее, есть возможность предоставить пациенткам редуцированную дозу. Вот, ну, достаточно разнообразное использование ингибиторов на сегодняшний день. Все мы знаем и клинические рекомендации, и вот рекомендации со сносками под звездочкой, предпочтительные режимы. Но есть данные клинических исследований, но есть и реальная клиническая практика, в которой мы вынуждены находиться. И, соответственно, принятие решений при выборе той или иной терапии, соответственно, иногда мы вынуждены опираться на те реалии, в которых мы существуем. И, соответственно, иногда наши желания и наши возможности не всегда совпадают. И, соответственно, приходится, ну, скажем так, изгибаться в том или ином моменте. В любом случае, все три препарата имеют место в клинических рекомендациях. И, соответственно, мы стараемся все-таки пациенток обеспечить эффективной терапией. Ну, и, как было сказано, комбинированная терапия, в любом случае, это имеет определенный выигрыш для всех пациенток гормонопозитивным статусом. Вот. Ну, и поскольку на сегодняшний день все-таки мы обращаемся к искусственному интеллекту, у меня тоже я подготовила вопрос. Единственное, он касается мутации ПИК-3СЕ. На сегодняшний момент мы тоже активно тестируем пациенток. У нас три пациентки получают комбинацию с алпилисибом. Вот. Но, тем не менее, недавно у нас возник такой вопрос, и мы пребывали в некоторой растерянности, как же поступить. Вот вопрос такого плана. Оптимальная первая линия эстрогенопозитивных HER2 негативного метастатического рака молочной железы с мутацией в гене ПИК-3СЕ. То есть на старте терапии у пациентки уже был известен статус, что есть мутация в гении. Соответственно, как же тут ее начинать лечить? Да, все мы знаем, вроде с максимально эффективной терапией надо начинать при наличии мутации, да, соответственно. Но и есть стандарт CDK-4-6, и, соответственно, как же вот поступить? Но, тем не менее, что же нам дал искусственный интеллект? Искусственный интеллект, я так подозреваю, все равно обратился к стандартам, клиническим рекомендациям и дал ответ, что оптимальной первой линией будет комбинация гормонотерапии и ингибиторов цикленно-зависимых киназ. Вот, но как ваше мнение будет? Как же здесь правильно поступить? Ну вот, к экспертам вопрос. Спасибо вам огромное. Вы не только представили блестящий доклад, Наталья Владимировна, но и нам подарили время для дискуссии. А вот вы на самом деле можете наши столики спросить, вот как поступают в реальной клинической практике наши доктора-эксперты. Вот номера столиков вы видите, можете, у нас всегда есть кто готов от столика ответить. Вот попробуйте, вы здесь хозяйка. Ну, может быть, принудительный ответ, это тоже не всегда хорошо. Может быть, кто-то желает. Коллеги, может, поделитесь, вот как поступаете в такой ситуации? Помолите, пожалуйста, нам ваше мнение очень важно. Ну, я могу ответить. Я как поступаю в Краснодарском крае. Я, безусловно, это комбинация гормонотерапии с таргетной терапией с СДК-4,6 ингибиторами. Но, к сожалению, мы не всегда, далеко не всегда, отчасти совсем редко видим ответы на терапию ПИК-3С ингибиторами после применения КГТ с СДК-4,6 ингибиторами. И есть достаточное количество случаев клинических, которые говорят о том, что, в общем-то, было бы преимущество назначения сначала ПИК-3С ингибитора в этой категории пациентов, чтобы улучшить веживаемость без прогрессирования на этой терапии. И потом уже СДК-4,6 ингибиторы будут вносить свою лепту продолжительной жизни пациента. А у кого еще есть какие мнения, коллеги? У нас... Да. Возьмите там. Я вижу, у вас рука потянулась к микрофону. Коллеги? Шестой, да? Пятый стол. Все-таки в Архангельске мы предпочитаем дать пациентке именно комбинацию гормонотерапии, та, которая рекомендована в клинических рекомендациях. Это позволяет все-таки, во-первых, все равно же пациент этот спрогрессирует. Это позволяет нам дать дополнительное время, месяцы или годы. Это покажет действительно применение данной линии терапии. А уже потом переключиться на ингибитор эпиктрисей с лодистанта. Спасибо огромное. Но я, если позволите, могу прокомментировать? Конечно. Я, коллеги, на самом деле это очень актуальный вопрос, который нас вот всегда беспокоит. Казалось бы, есть мутация. Почему бы взять сразу и не назначить в первой линии таргетный препарат? Но вот совершенно четко отмечено, что если мы возьмем исследование, которое изучало алпелисип, собственно, то там действительно были пациенты, которые получали алпелисип с пулуэстрантом в первой линии. Но, что я могу сказать, то исследование, например, если мы возьмем исследование у постменопаузальных больных, которые получали рибоциклип в гормонной терапии, и медиана общая выживаемость составила 70 месяцев у этой категории больных, то эти пациенты, они вначале не было сведений, что они могли получать терапию пиктрисей ингибиторами. Поэтому мы здесь все, знаете, за доказательную медицину. Поэтому, более того, есть также исследование, которое четко продемонстрировало, что ингибиторы CDK4-6, ингибиторы пиктрисей также работают у больных, которые получали в первой линии CDK4-6. Поэтому на настоящий момент у нас есть четкие рекомендации. В первой линии пациенты получают наилучшую терапию, основанную именно на гормональной терапии в комбинации с таргетной терапией CDK4-6. Это стандарт, он неоспорим. А во второй линии мы уже назначаем в случае наличия мутации пиктрисей, мы назначаем комбинацию гормонной терапии, собственно, в данном случае фулл-вестрантом, даже не важно, если и в первой линии был фулл-вестрант, мы меняем только комбинаторный таргетный партнер. А вот мне тут тоже такой вопрос. Вы хотите что-то сказать? Я, Татьяна Юрьевна, хотел немножко вам предложить развить вашу мысль. Вот как сейчас показал Дослав Владимирович, нам, возможно, вскоре нужно будет назначать в одеванте CDK4-6 ингибиторы. А если вот мы в эту задачку внесем такую опцию, что она в одеванте получала уже CDK4-6 ингибиторы, она закончила, прошло несколько лет, и вот прогрессирование и первая линия. А это как-то поменяет ваш подход? Вы знаете, вот опять-таки здесь мы выходим за пределы доказательной медицины, но у нас есть критерии резистентности первичной и вторичной. Если первичная резистентность, это тогда, когда рецидив возникает, то есть рецидив и метастазы возникают, собственно, на терапии. Вторичная, когда, собственно, рецидив возникает в период, значит, интервал меньше, чем 2 года. И, соответственно, отсутствие резистентности, когда, собственно, метастаз и рецидив возникают через 2 года. Поэтому в данной ситуации мы будем сейчас действовать с точки зрения доказательной медицины, как мы поступаем и при других ситуациях. Если у нас возникает рецидив в интервале более чем 2 года после завершения одевантной гормонотерапии, включая аспект комбинированного лечения, мы проводим то, что нам полагается. Если же мы рассматриваем ситуацию, когда мы видим раннюю резистентность, либо на самой гормонотерапии, тогда мы сразу уже переходим на более агрессивные подходы, если мы говорим о гормонопозитивном HER2-LOW по типе. Здесь мы уже начинаем работать. Да, у нас первая линия, это мы рассматриваем подходы, связанные с химиотерапией, а вторая, я свято верю, как когда-то мы знаете, тростозумаб, думали, вот кому мы дадим пациенту, сейчас у нас тростозумаб получает практически все пациенты, и мы сейчас не ставим для себя в одеванте решать, или там при метастатической форме, будет ли получать пациенты тростозумаб. Если говорить в целом сейчас, мы сейчас не будем, вот если рассматривать цену вопроса, я согласна, у нас признаны, нас призывают считать, но тем не менее, тростозумаб-дирокстикан со временем, как иммуноконьюгат, он займет свои позиции достаточно веские, в том числе у тех пациентов, которые у нас будут получать, соответственно, CDK4-6 в одевантной терапии, и если у них будут возникать ранние, собственно, рецидивы, у нас уже будут отработаны варианты лечения. Но, опять-таки, это мы сейчас говорим, но об этом надо задумываться, потому что пока таких стройных доказательных медиций у нас попросту нет. Вот что вы по этому поводу думаете? Ну, я, наверное, соглашусь с вами, что, конечно, зависит от того, как быстро наступил рецидив. Конечно, надо же тоже его понимать. Если это близко к завершению одеванта или на фоне одеванта, то, наверное, мы поменяем наше воздействие на пациента. Вот как с антихер-2 терапией. Мы же те же самые принципы смотрим. Как быстро развился у нас рецидив после проведенной, и мы либо, значит, можем, в принципе, априори когда-нибудь, через сколько у нас возник рецидив после проведенной антихер-2 терапии, да, какие сроки, если мы прекрасно понимаем, что у нас в кратчайшие сроки мы уже перескакиваем и начинаем со следующей линии, или же мы можем вернуться. Здесь, в принципе, будет работать всё то же самое. У нас же пациенты получают в одеванте тростозумаб, получают, но это не значит, что мы при метастатической болезни потом не возвращаемся к тростозумабу. Мы к нему возвращаемся, но уже думаем, с чего мы начнём. Добавим мы пертозумаб, или мы начнём ТДМ, или у нас светят какие-то другие перспективы. Тут надо просто всего-навсего включать те стандарты, которые у нас работают. Ну, как вам? Мне кажется, Донтак, это не мною более того придумано. Да. Как насчёт ИСР1 мутации? Ну, если дополнить задачку ещё сильнее по поводу одевантной КГТ, совместно с ИДК-4, 6 гм, ещё у нас есть. Мы должны тестировать ИСР1 мутацию при прогрессировании на одевантной комбинированной гормонотерапии. А у нас есть сейчас какие-то валидированные методы оценки ИСР1 мутации на данный момент. Насколько я знаю, при общении с лабораторией Евгения Умча и Минитова, пока что у нас нет таких тестов. То есть те, которые используются в исследованиях, это закрытые коммерческие тест-системы, которые используются в конкретных ситуациях, и нет широкого доступа к ним. То есть мы не сможем повторить те же самые результаты в своей рутинной практике. У нас нет доступа к тем реактивам. Если же это станет так же легко и просто, как сейчас определить пиктрисией мутацию, или ВРК, или ещё что-то, тогда, наверное, это будет... Ну, опять-таки, это скорое будущее. Мы к нему, конечно же, вернёмся, потому что у нас появляются, собственно, новые препараты. У нас есть отработанные... Мы отрабатываем мишени и внедряем их в нашу клиническую практику. Поэтому я думаю, что всё это взаимосвязано, и вопрос вполне логичный. А у нас ещё, кстати, на самом деле есть время. Наталья Владимировна, можно вам задать вопрос? Да, конечно. Вот, что вот, как врач практикующий, врач реальной клинической практики, это исследование из реальной клинической практики, а вот мы прекрасно понимаем, что мы живём в ситуации, когда лечение первое может так или иначе быть... Как часто в вашей практике из-за токсичности вы переходили с одного CDK4-6 на другой? Крайне редко. Крайне редко это случалось. И ещё такой интересный случай был с метастазированием в костный мозг у одной из пациенток. И, соответственно, такая стойкая цитопения. И по профилю токсичности мы подумали, что всё-таки из сводных таблиц нейтропения менее выражена у обемоциклиба. И мы данной пациентке предложили обемоциклиб в терапии. Ну, там в любом случае прогноз был плохой, поэтому... Но, тем не менее, вот такой шаг мы сделали. Хотя пациентка получала обемоциклиб. И сколько она получала по времени обемоциклиб? Она получила 4 месяца, а потом у неё и гепатотоксичность присоединилась. И, ну, там, да, в общем, всё закончилось. Да, вот на самом деле я почему спросила, как долго она получала обемоциклиб? Потому что если мы говорим о поражении костного мозга, и оно верифицировано, вот как ни странно, коллеги, то по рекомендациям... Ну, не то, что не таким прям рекомендациям, но то, что мы имеем опыт в рамках тех небольших наблюдательных исследований, то нужно именно проводить химиотерапию, потому что именно химиотерапия позволит элиминировать какое-то количество клонов опухолевых клеток, чтобы дать костному мозгу заработать. Для вот ситуации, когда мы назначаем обемоциклиб, мы понимаем там механизм особый. Мы говорим, что клетки без того, которые там существуют, они ещё и засыпают, ну, условно говоря, в процессе существования. Поэтому здесь, если есть возможность, то мы рассматриваем назначение химиотерапии и прекрасно понимаем, что все ростки могут быть угнетены. Ну, если там, конечно, нет предельно значимых снижений тромбоцитов, об этом мы поговорим на завтрашней сессии по сопроводительной терапии, поэтому такой тоже небольшой анонс. Но, тем не менее, надо начинать именно как вариант с химиотерапией. Хотя, действительно, опыт, когда пациентка принимала 4 месяца обемоциклиб, это тоже, конечно, очень значимый. А ещё такой вопрос. Вот как у вас, как часто у вас, вот знаете, я слышу иногда непереносимость препарата. Вот в вашей практике такое было? Было. У одной пациентки развилась кожная токсичность на рибоциклиб, и мы редуцировать дозу пытались, и всё. Но как-то и с помощью дерматологов справиться с ней не смогли. Вот такая индивидуальная реакция развилась. Но мы были вынуждены заменить препарат. И у одной пациентки тоже развилась астения. Вот говорит, всё, не могу, не могу. Вот лежу, встать не могу. Отменяет препарат. Ну, это была доказана связь с приёмом препарата, и мы тоже были вынуждены заменить на другой ингибитор. Ну вот, на самом деле, астенизация, астения – это такое же побочное осложнение, как и любая другая токсичность. Просто мы иногда этому придаём меньшее значение. Хотя эти опыты генез там совершенно чётки изучен, он многофакторный, и тут это не учитывать, конечно же, нельзя. Спасибо вам большое, Наталья Владимировна, за ваши опыты реальной клинической практики.